Сделали тихосмотр Дня два было все нормально Потом зажегся Вот тут значочек Чек-ин Ну поедем Кислородный датчик Или что там Поедем К специалисту Который посмотрит Что тут у нас произошло С машиной Какой там сбой был Или еще что-нибудь такое Просто сотрет Либо Видите черный кот сидит Набычился Либо Надо что-то там менять Ну и так далее И так в путь В путь дорожку Мы с вами едем На нашей чернушке С машинами как С дитями Или С женами Надо их как-то уважать Надо их Обслуживать регулярно Желательно все Высококачественное Заливать Для того Чтобы она тоже Верно вам Служила Возможно С женой Это даже лучше Сомнить Верно вам Служила И исполняла Ваши Прихоти Заводилась В любую погоду В любых ситуациях Одним словом Верно служила Ну вперед Выключаем эту штуку Покатили 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 Вилли-билли На своем Автомобиле Ну вперед Дедушка ездит На Сталеньком Автомобиле Все подстать Друг другу Покатили Богатая смесь. Богатая смесь? Да. С одной стороны, вроде бы, как хорошо, да, богатая смесь? Нет, ничего хорошего. Ничего хорошего, да? Все должно быть оптимально. Да, оптимальное соотношение смеси должно быть, а вон. Ага, тестировано идет. И оно там все моргает. Вот тут как раз моргают эти амортизаторы. А вот то, что желтое слева, вот моргает. АБС? АБС, да. А. Тестируется. Все, загасло. И ездишь, она может появиться не сразу, она может появиться там через 200 километров, через 100 километров. И если она еще раз загорается, вот, ты приезжаешь к нам, и мы будем искать причину. Хорошо. Это что-то, как правило, какой-то датчик должен надавать. Нет, он вообще, общий датчик, да. Датчик, скорее всего, расхода воздуха. Должен подавать. Он может на забитом фильтре, на воздушном, если ты ездишь, такая будет проблема. А это сейчас фильтр чистый. Чистый фильтр, обороты падают нормально. То есть, система в порядке. Ну, мне кажется, они немножко просевшие. Кстати, это еще может быть ошибка из-за грязной дроссельной заслонки. Потому что, когда заслонка полностью закрыта, и она грязная, воздуха заходит меньше, и будет бедная смесь. Точнее, не бедная, а богатая смесь. Вот этот момент. Это надо будет делать чистку дроссельной заслонки и адаптацию. Все это вопросы решаем, и ничего страшного нет. Это там что-то разбирать надо, или что? Ну, патрубок снимать, мы без снятия будем делать. Ну, давай. Сейчас посмотрим. Вот, обороты, видишь, у тебя немножко просаживается сейчас. Оп. Видишь, я считаю, что они слишком сильно упали. То есть, они должны чуть-чуть выше быть. Это именно как раз по этой причине, блин, богатая смесь была. Давай, хочешь, посмотрим сейчас, как там добираться будем. Так, дроссельная заслонка, она вот здесь. В принципе, легкодоступна. Вот. После чистки снимаем клемму. Почистим. И все. Другая причина, может быть, это неисправность вот этого датчика. Датчик расхода воздуха. Потому что у тебя ошибка общая идет. Кто-то ковырял, кто-то тебя уже здесь, а? У нас следы какие-то. Снимали, когда это все было. А, блин, не могут снять даже. Ёлки-палки, глянь. Снимали, чтобы фильтр. Не могут снять что-то, блин. Ну ладно. Ничего страшного. А может из-за этого, да, что сняли, потом поставили. Не, ну сняли, поставили. А, видишь, разъем. Оп. Во. Разъем не дощелкнул был. Вот я знаю. Недосаженный. Так что может и вот это будет. Слушай, а это просто, ну вот эти вот отчелкнутся и можно этот фильтр вставлять. А то что-то у него не получалось, и ему пришлось вот это снять. Патрубок. Ну, может быть, да. Не, ну вот этот патрубок надо будет снимать. А может и там на дросселе. Что-то он не закрутил, по-моему. Хотя нет, тут до конца затянутый. Ну, что-то он болтается. Так, ну не должен, да. Ну вот это и есть. А вот тут вот такой вот защелочки нет. Вот тут еще одна. И вот она одна поломана. Смотри, вот она еще у тебя защелка поломана. Вот она, видишь. Ну вот. Вот она. Вот она защелка поломана. И поломана она давно. Ну да. Болты закручены. Болты закручены. Это поломана, да? Угу. Она должна быть повыше, да, тогда выходит? Ну, чуть-чуть, да. Видишь, она вот именно в этом месте натреснула. Я не знаю, можно ее там... Зачистить, заклеить там. Ну, это пока опять ты, знаешь, если бы ты сам имел фильтр, ты бы аккуратненько снял бы ее. А это же ты приезжаешь там. Ага, нет. Примешиваешь, вроде все это делали. Я что, смотрел, все-то так, так, делал. Будем надеяться, что все в порядке. Ну, разъема не дощелкнут. Постоянная проблема. Здесь все нормально у тебя. Клемы. Все в порядке. Ну, бросили, я тебе скажу, что в любом случае его чистить надо. А он чистится каждый там 40 тысяч километров. Да ты что, его не чистили уже? Ну, он грязный будет. Сейчас ты возьмешь, там вот такую грязь. Она заслонка прикрывает, понимаешь? Вот сейчас заслонку сними, она не будет просветов в нее. А когда этот, подъехать на чистку? Или как зажжется-то, да? Не, ну, чистку, Петрович, нужно, в принципе, тут несложно. В принципе, чистку нужно и сейчас сделать. Ну, давай, что-то почем скажешь. Да какой почем, Петрович, мне ради бог, блин? Это такие вещи, понимаешь? Я уже за этот, понимаешь, мне приятно работать, удовольствие, понимаешь? Давай тогда почистим. Давай, сейчас снимем. Заслонку и глянем, что там имеется. Старушку я люблю. Ты доснимай. Достань ключи из замка. Не замка, но и просто их. Сними. Они сняты, ключи. Вот лежат. Заслонку снимаем память, очищаем память адаптацией ему. Чтобы после того, как мы сейчас ее почистим, чтобы у нас не было задранных оборотов. А то от них не избавимся, от этих оборотов. Заслоночка. Вот. И это. Снял там то, сё, опять-то вытащил. Вставил. Все, все нормально. Говорю, Леха, ну давай, я аккумулятор твой сдам. Там. Кофисковал, да? Ты тысячу, ты еще. А он думал, не знал, хотел выбросить. А я говорю, ты что, сдаешь, берешь новый и все это у тебя будет. Может, это подальше убрать? Да, подальше. А вот эти шелагушки, если поломаны, кто клеит, так вот, чтобы найти там, или бу купить. Корпус имеется, ну да. Не, почему можно найти буу? Буу, чтобы она как-то была как положено. Да, да. Заслоночка. Вон она, заслоночка, да? Видишь, она все черная. Сейчас мы будем. Черная заслоночка. Так что у нас закопчается, плохо прилегает и перестает. Обороты, падают обороты. Ты включил передачу, обороты брук, упали. И перестает вот это вот. А то аж внутри там. Или с той стороны. И с той стороны. А, с той стороны, снаружи. Вот это вот, да? Да, она вот промешает проходу воздуха. Там ты в Lexus-центр приедешь, они тебе все разберут, все сделают. А мы уже поняли, что этого можно ничего не делать. Сейчас мы вот так раз. Ну, они обычно туда особо не лезут. А если полежут, то это как начнут баки забивать. То есть, все там. Вот. Она вот так вот-то должна ходить, да? Да, да, да. Наш заборный ход. Вот здесь мы все почистили. И с той стороны, да? Да, да, да. И с той стороны. А вот видишь, вода, видишь, вот нагара здесь нет. Ну да. И вот здесь все четко. Теперь проходимость воздуха. Когда педаль газа не нажата, она у тебя примерно так стоит. Ну, ставим нагар, и воздуха находит меньше. И за счет этого обороты у тебя падают. И богатая смесь, в том числе. Вот если ты на холостом ходу будешь стоять долго, то она пишет, что смесь богатая. Потому что воздуха мало. Вот как раз я ее включил. Вот остался, включил. Все, надо как-то. Потом поехал. Болта у тебя еще одного не было. Где? А вот. Да вот же, с этими болтами. Что-то такое у вас есть или нет? Жидкости нормально, вот так своим глазом глянь. Кто тоже на них никто не смотрел? Нормально. Это гидроусилитель. Минимальный уровень при заглушенном двигателе теплом. Это норма. Норма. Да, но хотя, хотя нет, я ошибаюсь. Лишь тут написано cold, холодный. То есть это на холодный должен уровень минимальный будет. А на горячую у тебя должно быть вот здесь. Ход, горячая. Понятно? Ну, это на заведенный. Вообще, немного подлить бы надо. Значит, заливать тебе сюда надо. Декстрон. Декстрон надо заливать. Не пишут, какое. Надо смотреть по каталогу. По каталогу, ага. Подлиж. Так, уровень охлаждающей жидкости тоже низкий у тебя. Смотри. Вот у вас один низкий. А тут красная, да, жидкость? Скорее всего. Красная у меня есть. Я подожду. Декстрон надо где-то примерно, ну, литр где-то. А я подожду красную. Это все вообще желательно проверять на холодное утром. И уровень охлаждающей жидкости. И эти все моменты. А это вот Декстрон тут не где-то, да? Да, есть он в каждом магазине, это Декстрон. Полною. Ну, видишь, там есть Декстрон 2, Декстрон 3. Они тут общий пишут Декстрон. Тихо вы знаете. Может, они имеют Декстрон 2. Хрен его. А так вообще Декстрон просто. Есть просто Декстрон. Скорее всего, и надо. Так, хорошо. А вот это что у нас? Так, это тормозная жидкость. Тормозная жидкость, сейчас я тебе скажу, уровень продажа какой. Так, тормозная жидкость, уровень у тебя середина. Вот она, середина это максимальная, это нижняя, да. Все в порядке. Все в порядке. Значит, вот этот Декстрон этого подлить. Да. Так, все. Заслонку почистили, собираемся назад. Ой. Что это? Это подрубок вентиляции картерных газов. Он сюда идет, мы его сейчас почистим. Вот и все. Так что вот эта вот крышка, она может сниматься без... Здесь хомут должен быть, его нету, смотри. Вот здесь, видишь, такой же хомут должен быть, его нету. Без, без, без снятия вот этого. Ну, как бы ты его можешь снять, ну и в сторону просто увести, если ты там переживаешь очень сильно за ним. Видишь, он у тебя, этот кривой, уже подрубок втаскан. Его потому что перетянули, усилия не знают, каким затягивать. Ну, это еще тут. Так, здесь тоже мы почистим. Это в этот раз. Вот эту вот штучку, посмотреть. Это движется, вот тоже кривой, криво поставлен. А там в пазах он каких-то должен быть? Ну, в пазах или что-то еще резинка дополнительная стоит. Поплотнительно, да? Так, вот смотри, вот тут наклейка, что у тебя меняли цепь на 98 тысячах. Надо их поменять. Ну, вообще, как в 250 тысяч, его у меняют. Вот тут 300. Да, езди еще, пока он не зазвенит. Не зазвенит. Ну, тут не цепь, а ремень. Я взял вообще ремень. А, ремень, подожди. Ремень. А, вот здесь ремни у тебя? Ну. Подожди, как ремни у тебя? Блин, по-моему, у тебя цепь. Да нет, нет, никакой цепь. Газораспределение. А, да, ремень. Ремень. Вот он, ремень, да, все. Ремень вроде он как-то. Нет, ремень тогда надо менять. Ремень меняется вот как раз вот на этом сручке. Да? Да. Ну, у меня есть ремень. Если менять, это долго, да? Да, конечно, тут все разбирать надо. Да, все надо разбирать, да? Да. Ну, а так, если ездишь, ездишь, пока ничего не гремит. Ну, не, не, его надо менять. Его менять надо, потому что он порвется и может загнуть клапанатик. Ага, ага. Обязательно, кстати. Тебе это задача номер один. Так, этот к вам тогда поменять или как? Блин, охрен его знает. Или это ответственное дело такое, блин. Или это обратиться к кому-то? Блин, тут надо видеть, что хорошие всякие условия нужны. У нас пока что этих условий здесь таких мы не можем. Я думаю, дотянет. Да, херозно. Если ты на 98 тысячах он менялся. А уже 310. Ну, конечно. Слушай, они тогда скажут эти... Ролики менять, порту менять, скажут. Ролики, да. Это обслуживание, да, это делать надо. То есть, это как правило, ролики уже надо тогда будет менять. Ну, конечно, они тоже у них ресурс. Как бы сейчас они у тебя не гремят, не шелестят. Сейчас ремень полезешь делать, поменяй. Ну, ремень, они сразу зашелестят. Если ты их не поменял. Угу. Здесь сила. Здесь сила. Трюбка. Патрубок сил. Все. Так, сила. Здесь. Все. То есть, в ближайшее время ремешок надо, да? А его как бы не в ближайшее время, ему надо срочно. Ты же видишь, он... Так, а до метр, вот он еще тоже. А, вот на 198 тысячах следующая замена была. Видишь? Угу. То есть, там было на этом патрубке 98, а здесь 198. Еще одна, видишь, отметка. Угу. В 2013 году. То есть, ты за 7, нет, за 8 лет проехал 100 тысяч. Да. Ну, как бы, да, надо менять, короче. Видишь, он раз 100 тысяч меняется. Угу, угу, угу. Лучше отметок нет у тебя. Ты когда его убрал? Кого? Ремень. Ремень вот сейчас думал заменить и взял. Ну, этот посмотрел, говорит, там вроде бы нормально. Явно возиться не захотел. А вот. Угу. 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 Приветствую! Видеорегистратор у неё! Да чё ты? Так, а ну-ка, включай передачу заднюю. Видишь, обороты сейчас поднялись, блин. Ну да. Вот, обороты поднялись, а были ниже, буквально там 80 оборотов где-то было ниже. Угу, ну да. Было под ноль. Что-то просто. Вот. Видишь? Как-то стабильно. Вышли они стали чуть-чуть. И ничего не двигаются. Всё чётко.